Ребята, всем привет! Сегодня в видео мы разберем тему эстетичного мужского визуала в Instagram 2024. Я поделюсь большим количеством интересной информации и вдохновляющими примерами. Тему визуала мы разберем на множество мелких составляющих, из которых вы, как из конструкторов, сможете собрать свою идеальную ленту. Информация в этом видео будет полезна не только парням, но еще и девушкам, потому что здесь будет много про композицию и какие-то основы визуала. Тема эта объемная, поэтому вы сможете ориентироваться по тайм-кодам в описании и переходить к желаемому разделу. Перед тем, как перейти к основной информации этого видео, я хочу отметить, что хороший визуал — это субъективно. Тут нет правильного и неправильного варианта. У каждого из нас свои вкусы, своя насмотренность, своя аудитория и цели блога. В зависимости от этих элементов будет меняться рецепт идеальной ленты. То есть кому-то, возможно, следует ввести какой-то простой и незатейливый блог, чтобы быть ближе к своей аудитории, а кому-то следует заморочиться с визуалом, с цветами, композицией и так далее. Ощущение, что визуал красивый и эстетичный, складывается при соблюдении некоторых закономерностей. И именно о них я и расскажу сегодня в видео. Сейчас на экране вы можете увидеть ленты, которые я считаю эстетичными, и дальше я буду подробно рассказывать, почему именно складывается такое ощущение. Информацией в этом видео я буду делиться, исходя из своей насмотренности. Она у меня основана на большом количестве качественного контента. А еще я закончила магистратуру бренд-менеджмент и маркетинг. Следовательно, понимаю, как вплести в визуал личный бренд и как его отразить. Итак, первый блог, который мы разберем, — это основные составляющие красивого визуала. Перед тем, как все разбирать детально, давайте в общих чертах обозначим главное направление, над которыми следует работать. Визуал должен быть гармоничным и нескучным по композиции, чтобы было интересно бродить взглядом по ленте и разглядывать фотографии. Также он должен быть гармоничным по цветам. Визуал должен отражать ваше восприятие мира и то, чем наполнена ваша повседневность. А также должен отражать ваш характер, индивидуальность и личный бренд. В случае, если вы позиционируете себя как блогер. Следующий блог, что публиковать в ленту. Лента в Инстаграм в идеале должна раскрывать вас как личность, показывать ваши миры, ощущения и быть вашим продолжением в интернете. Несмотря на то, что появляются новые тренды, новые течения, следует не просто слепо следовать трендам, а публиковать тот контент, который совпадает с вашим видением, пониманием эстетики и характером. И давайте я поделюсь несколькими идеями, какие грани повседневности можно раскрывать в вашем контенте. Это может быть досуг, спорт, домашняя обстановка, рабочие моменты, путешествия, фотографии в городе, фотографии в автомобиле, природа, фото с друзьями, ваши образы, как в полный рост, так и какие-то отдельные детали. Также, возможно, какие-то надписи, которые попадаются вам в течение дня. А также эстетика окружающих вас интерьеров. Из этого списка можно выбрать какие-то более близкие к вам темы, и далее я расскажу, как интересно их раскрыть. И на случай, если ваш аккаунт создан именно для бизнеса, где вы являетесь лицом своей компании, можно пойти немного другим путем. Вы можете выбрать ваш архетип, например, по Юнгу, обозначить самые важные для вашего бренда стороны и усиливать их с помощью визуала. Теперь давайте поговорим про композицию ленты. Основы красивого визуала и композиции я уже разбирала ранее, и ссылку на статью я оставлю внизу под видео. И сегодня мы разберем эту тему снова и уже для мужской ленты. В Инстаграме важны композиции как каждого кадра в отдельности, так и их сочетание между собой в основной ленте. И что же следует учитывать, чтобы лента выглядела гармоничной? В ленту следует добавлять как личные, так и предметные фотографии. Это выглядит намного интереснее, чем лента, состоящая из портретов. Далее не следует публиковать несколько фотографий с одним наполнением и одинаковым кадрированием. Например, три селфи подряд или три портрета в полный рост. Также не следует бояться перегрузить фотографии деталями. Визуальный шум, конечно, следует избегать, но наличие большого количества объектов, текстур, ритмов, цветов, все это в тренде. И чтобы сделать максимально интересную ленту, следует публиковать по соседству фотографии, которые отличаются по определенным параметрам. И об этих параметрах я расскажу дальше. Сначала давайте поговорим о кадрировании портретов. По соседству должны быть фотографии с разным кадрированием. Например, фото в полный рост, фотографии с кадрированием по пояс, селфи, фотографии с очень приближенными частями тела, также фотографии с очень большим отдалением, где ваша фигура — это просто силуэт на фоне большого пейзажа. А также можно разбавить ленту фотографиями в зеркало в разных вариациях кадрирования. Далее речь пойдет об интересных параметрах, которые могут быть как частью предметной съемки, так и считываются в деталях заднего фона вашей фотографии или деталях одежды или аксессуаров. Первая деталь — это текстура. Она может быть гладкой или шершавой. Также она может быть матовой или глянцевой. Следующий параметр — это количество деталей на фотографии. И фотография может быть как перегруженным большим количеством деталей, а по соседству будет красиво смотреться фотография, где много воздуха и свободного пространства. Следующий параметр, который следует чередовать на фотографиях, — это геометрия. То есть по соседству можно расположить фотографию с большим количеством четких линий, углов и фотографии с округлыми и плавными формами. Далее границы объектов. На соседних фото могут быть объекты с четкими явными границами и фотографии с объектами, у которых границы размытые, нечеткие и неявные. Далее симметрия. Можно делать фотографии как с явной симметрией и ритмом, так и фотография с полным их отсутствием. И следующий параметр — это перспектива. Например, фото с большим количеством линий, которые создают линейную перспективу и объем. И рядом фотография, где нет никакой перспективы, например, на фоне однотонной стены. Вот, я рекомендую запомнить эти параметры и обязательно использовать их на ваших фотографиях. Тогда лента станет намного интереснее. Теперь давайте поговорим о позировании. Я поделюсь своим субъективным видением идеального позирования, и что-то из этого вы можете применить к себе, исходя из своих ощущений. Так как тут главное, чтобы вам было комфортно. Итак, моменты, которые я бы рекомендовала использовать в позировании. Я бы рекомендовала делать фотографии со спокойным лицом и иногда с улыбкой. Делать фотографии в движении и не замирать. То есть, например, ходить, оборачиваться, крутиться, вставать, садиться, поправлять детали одежды и так далее. И отдельно хочу выделить, что очень комфортно позировать, если руки чем-то заняты. Например, со стаканчиком кофе, с очками. Можно взять в руки кепку и так далее. Далее, старайтесь занимать как можно больше пространства в кадре. Добавлять в позу побольше уклов за счет движений рук и ног. Также смотрите не только в кадр, но и по сторонам, и, например, вниз. Также будет хорошо смотреться, если вы будете взаимодействовать с окружающим пространством. Со стенами, лестницами и мебелью. Ну и еще один момент. В идеале на большинстве кадров должно складываться впечатление, что вас фотографируют со стороны, а вы этого не видели. Теперь несколько моментов, что бы я ни делала на фотографиях. Это в первую очередь какое-то надменное лицо с приподнятыми бровями, задранным уголком губ. Также слишком продуманные и искусственные позы. Например, в женских инстаграмах это может выглядеть органично, а в мужских скорее нет. А также постановочная поза с напряженным бицепсом, прессом и так далее. То есть, если очень хочется, возможно, это можно опубликовать в столис, но в ленту я бы не рекомендовала. Теперь поговорим об одежде, так как это очень важная составляющая эстетичной фотографии. Так как я все-таки не стилист, я поделюсь общими составляющими красивого аутфита. Итак, если образ спортивный, я рекомендую отдавать предпочтение вещам оверсайз. Также я рекомендую избегать вещей в облипку, что на фотографии, что в жизни, чаще всего они смотрятся не очень. Также, как в жизни, так и на фотографиях смотрятся круто черный, белый и природные цвета. Далее я рекомендую составлять многослойные образы, а также использовать аксессуары. Например, очки, кепки, шапки, часы, браслеты, кольца и так далее. Следует быть аккуратными с крупными логотипами на одежде, потому что часто это выглядит не очень. Следует внимательно относиться к выбору обуви и выбирать актуальные модели. Ну и еще про одежду хочу выделить то, что спортивный стиль и смарт-кэжуал практически всегда выглядят очень выигрышно и круто. Ну и еще очень круто смотрятся монохромные образы, где вещи имеют практически одинаковый оттенок, но при этом различаются по текстуре. Теперь поговорим про цвета и стилизацию ленты. Сначала программа минимум, при соблюдении которой ваша лента будет выглядеть гармонично. Первый момент – это одинаковая цветовая температура на всех фотографиях. То есть фотографии могут быть все или холодные, или нейтральные, или теплые. Следует определить, какой вариант цветовой температуры вы хотите видеть у себя в ленте и подгонять под него все фотографии. Чтобы не промахнуться с этим параметром, следует ориентироваться на самые темные участки фотографии и самые светлые. При нейтральной температуре черный будет чисто черный, без никаких поразительных оттенков, а белый – чисто белым. Если вы выбираете теплую температуру, то все оттенки будут немножко уходить в желтый, оранжевый. А если температура холодная, то все оттенки станут более голубоватыми. И в первую очередь белый и черный. Следующий важный параметр – это одинаковая контрастность на фотографиях. То есть контрастность может быть как стандартная, так и усиленная. Ну и бывают фотографии, где, например, понизили точку черного и сделали тени более приглушенными. А также, например, изменили светлые оттенки, и на фотографии все белые участки, они такие немножко тоже приглушены. С помощью цветовой температуры и контрастности вы сможете подогнать все фотографии под общий стиль. Для тех, кто хочет пойти дальше, я расскажу еще про несколько интересных стилей. Если вы решите их соблюдать, придется более внимательно относиться к подбору образов и локаций. Первый стиль – это темная эстетика. Это очень популярный, классный стиль у ребят с преобладанием темных тонов и черного цвета. Обычно на таких фотографиях полностью удален желтый оттенок, почти нет оранжевого, и все поразительные оттенки заглушены и понижены. Это все, в принципе, легко делается в Lightroom. И, кстати, на эту тему у меня есть отдельный курс по цветокоррекции, и ссылку на него я укажу внизу в описании. Следующий стиль – это лента с преобладанием природных оттенков. Тоже классный, частый стиль. В такой ленте преобладают не яркие, насыщенные цвета, а грязноватые природные оттенки, как бы с примесью серого. Это выглядит очень дорого и стильно, и такой вариант часто используют фэшн-блогеры. Третий вариант – это что-то среднее между первым и вторым, то есть яркость фотографии сильно занижена, но при этом на ней присутствуют разные природные оттенки. И четвертый вариант, который я хочу здесь выделить – это пленочный стиль. Если вы выберете такой вариант, у вас будет большой простор для фантазии, потому что существует очень много разных пленок, и все они дают разный эффект. О приложениях, которые дают пленочный эффект, я уже рассказывала в одной из своих статей, и ссылку на нее я оставлю внизу под видео. И еще один интересный момент – это стилизация фотографии. И как же ее можно стилизовать? Фотографии можно делать со вспышкой, фотографии можно делать размытыми и нечеткими. Также на фотографии можно добавлять разные интересные эффекты. Например, пыль, шум, аберрация, различные блики и засветы. Для создания этих эффектов можно использовать приложение прикол. Вот и вся информация, которую я сегодня хотела поделиться. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и интересное, и буду очень рада вашим лайкам и подпискам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!